Укроп в этом году родилось, видимо-невидимо. Я уже выкладывала видео, где и как у меня растет такой укроп. Поверьте, это очень интересно и прикольно. Зайдите, посмотрите. А сейчас я буду готовить укропное масло. Для этого я укроп помыла, обсушила и нарезала мелко-мелко-мелко. Вот таким образом. Далее возьму размягченное сливочное масло. Размягчилось оно подсолнечными лучами. Я готовлю на даче. Очень жарко. Вот так оно у меня. У меня половина пачки, это 100 грамм. Посолю немножко. Поперчу. Добавлю молодого чесночка натертого. Вот такой. Можно добавить натертую цедру лимона и укроп. На 100 грамм масла где-то 80 грамм укропа. Поверьте, это немного. Можно добавить даже больше. Хорошо перемешаю и сформирую такую небольшую колбаску или конфетку на пищевой пленке. Можно использовать фольгу. Это масло хранится в холодильнике где-то 7 дней, а в морозилке до 4 месяцев. Поэтому его можно заготовить в прок. И в дальнейшем добавлять подварную картошечку, макароны, начинку для котлет по-киевски. Прям готовая начинка. Вот такая колбаска у нас получилась. Кладем ее в холодильник. Через 2 часа наше масло охладилось, затвердело. Сейчас я буду готовить завтрак. Нарезаю вот на такие тоненькие кусочки, выкладывая на кусочки белого поджаренного хлеба. И можно прям кушать так. Но я добавлю по небольшому кусочку рыбки. Обожаю рыбку. Можно добавить кусочек колбаски, мяса или просто помидорчик или огурчик. И украшу базиликом. Фиолетовый и зеленый. Очень вкусное сочетание получается. Рекомендую. Таким образом. Масло готовится быстро, просто. Является отличной закуской и к завтраку, и просто на перекус. Вот такое масло. Сейчас я его заверну и положу опять в холодильник. Всем приятного аппетита. Готовьте, готовьте с удовольствием. Попробую. Ой, ну все вкусно. Очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!